Назовляю наших замечательных волонтёров с открытием первого в стране Доброцентра. Вы лучшие. Доброцентры успешно открываются по всей стране, но Доброцентр в сфере культуры в России открывает свои двери впервые. Культурные волонтёры теперь имеют свой маленький дом, куда может прийти любой желающий и тоже стать добровольцем. Если по статистике смотреть, то каждый четвёртый россиянин хочет быть волонтёром, но не знает, как это сделать. В общем-то, самую главную глобальную проблему информирования мы и будем здесь решать. То есть можно сказать, что здесь любой желающий сможет найти вопросы, ответы на вопросы, касаемые волонтёрством. То есть что это будет? Это первичное консультирование. Здесь можно будет открыть волонтёрскую книжку, проставить часы. Здесь можно будет оформить кабинет на добро.ру. Местом для Доброцентра выбрали дом Гончарова. Волонтёры культуры тесно сотрудничают и помогают музею. Совсем недавно, к юбилею произведения Ивана Гончарова «Фрегат Паллады», добровольцы восстановили арт-объект во внутреннем дворике дома Гончарова. Здесь они открываются сегодня, ребята в доме Гончарова. Это люди, которые, собственно говоря, с 2019 года активно в волонтёрской повестке. У них много достижений, наград. Вот Мария Баханок, руководитель заведующей этим музеем, она за эти годы своими проектами, волонтёрскими, в сфере культуры, они более 8 миллионов рублей привезли в регион, всеми своими инициативами реализовали кучу проектов, кучу идей своих продвигают. Поэтому, собственно говоря, Москва их и заметила. И они действительно стали такими достойными кандидатами на открытии первого Доброцентра в сфере культуры в нашей большой стране. После открытия Доброцентра все от волонтёров до министров уверены, что добровольцев Ульяновской области будет становиться ещё больше, а добрые дела множатся. Я предполагаю, что здесь будет активность. Если у нас за этот год прирост порядка 11 тысяч, то в следующий год планку мы не будем снижать. Это не менее 15 тысяч будет. Поэтому мы будем работать над этим направлением. Естественно, сейчас вы все видите, на федеральном уровне действительно и роль добровольцев и волонтёров очень высока. И вклад молодых людей в это направление просто нет. Торжественное открытие завершилось круглым столом подведением итогов года в сфере волонтёрства и награждением самых активных добровольцев.